В Госдуму внесен законопроект, который вводит уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Поправки разработаны после недавнего приговора Алексею Навальному по делу о клевете. Он, напомню, получил штраф в 850 тысяч рублей. Авторы же документа предлагают приравнять такие нарушения к одной из форм реабилитации нацизма и установить максимальное наказание до пяти лет заключения. Штрафы же могут достигать пяти миллионов. Вы фашисты все в Европе. Вы все расисты в Западной Европе. Украинцы защищали себя вместе с ними. Уберите отсюда нацистскую мразь. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, Гульфик Фюрера не косил от армии. Два железных креста. Да. Воевал и воевал доблестно. Инициатива, которая первоначально подготовлена представителями «Единой России», она уже поддержана нашими коллегами из всех фракций. И нужно сказать, что вообще в вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты исторической памяти парламент занимает традиционно консолидированную позицию. Это очень важно. Ирина Яровая опять на коне. Всякий раз, когда эта одиозная деятельница путинского режима, язык не поворачивается, назвать ее политиком, появляется на телевизионных экранах с новыми законодательными инициативами, это становится свидетельством усиливающегося мракобесия. Яровая, живое доказательство того, что путинизм не имеет дна, что подлость бесконечна, а стремление удержаться у власти с помощью любых, даже самых дурнопахнущих методов, пересиливает последние всхлипы угасающей совести. Гнусный, халуйский ролик, сделанный отвратительными продажными людьми, которые знают, что они делают. Они выставляют нам врача, они выставляют ветеранов, не всех остальных, и врут о том, что мы должны прийти, по каким-то там причинам, хотя причина одна. Путин хочет дольше сидеть у власти. Окружение Путина хочет еще больше воровать, и они хотят сидеть до смерти. А потом, когда они помрут, они хотят своих детей оставить у власти. Каждый человек должен выступать против этого. И я, безусловно, считаю всех людей, которые тащат нас на это обнуление, предателями и негодяями. Всех. Ну, видите, они же как устроены. Они, специально ветеран там и был, для того, чтобы, если ты это скажешь сразу, что? Как ты смел сказать такое в отношении ветеранов? Интересно, что про всех остальных забыли. Дедушка не знает о том, что произошло. Надеюсь, и не узнает, потому что это его расстроит. Слова Игоря Артеменко, внука Игната Сергеевича Артеменко, участника Великой Отечественной войны, который ранее снялся в ролике телеканала Арти о голосовании по поправкам к Российской Конституции. Сегодня дедушке стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую. Наша семья будет добиваться справедливости. Пост в социальных сетях, опубликованный внуком Игната Сергеевича Артеменко, 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, чье самочувствие резко ухудшилось не просто так. Всему виной тот самый твит блогера Навального, где защитник Родины был назван халуем, позором страны, предателем и человеком без совести. За то, что снялся видеоролики канала Арти о голосовании по поправкам к Конституции. Дедушка не знает о том, что произошло. Надеюсь, и не узнает. Предыдущие законы Яровой уже привели на скамью подсудимых многих ни в чем не повинных жертв российского авторитаризма. Дали возможность преследовать целые религиозные конфессии. Безнаказанно следить за личной перепиской граждан и не просто мечтать, но и подготавливать почву для суверенного интернета. Теперь Яровая, разумеется, не сама по себе, а по заданию старших товарищей, решила поглумиться над ветеранами. Дались им эти ветераны. Нищенские пенсии, квартиры в хрущевках, трудная старость в деградирующей стране, которая вспоминает о них раз в год на 9 мая, когда владельцу дворца в Геленджике и прочих безвкусиц хочется порезвиться в лучах чужого подвига, а его сторонники бьются в падучий победобесия. И опять нищета, забытие, ожидание следующего праздника. Сейчас речь идет о разрушении ключевой нашей идентичности, которую мы за 30 лет, ну, такие мы тупые, смогли себе выработать. Ничего другого, кроме войны, у нас нету. Мы сирые и убогие. У нас, кроме войны, по-настоящему ничего нету. Поэтому бьется в это. Нам объясняют, это не важно. Это не имеет значения. Это победобесия, говорят нам. Это победобесия. Над этим нужно смеяться. Забудьте вы к этому, не имеете отношения. Если мы к чему-то и имеем отношение, только к этому. Если у нас что-то и есть, вот у наших там двух-трех поколений живущих, только это. У нас ничего не осталось же больше. Но теперь о ветеранах будут вспоминать чаще. Очевидно, травля Навального за мнимое оскорбление Игната Артеменко вдохновило Яровую и ее кураторов из президентской администрации. Теперь ветеранов, тех, кто еще жив, будут при первой же удобной возможности тащить в суд, требовать подать заявление против неугодных власти, политиков, историков, активистов. Дедушка не знает о том, что произошло. Надеюсь, и не узнает. Будете, блин, гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используете здесь для того, чтобы делать этот отвратительный гнусный процесс. Но он же не понимает, что происходит. Он читает в бумажке, он не слышит ни одного вопроса и не может мне ответить. Почему получается так, что, высказав об этом ролике, что в нем Хэллуи и предатели, я не вижу здесь ни Артемия Лебедева, ни актера Ахлобыстина. Потому что, ну, было бы не очень удобно вам правильно говорить, что Навальный оклеветал. Потому что, ну, у Артеменко медали, а у Лебедева зеленые волосы, а у Ахлобыстина, ну, я не знаю, что у него вместо медали. А отвратительные родственники этого пожилого человека, я не знаю, кто еще, используют его просто как куклу. Но очевидно же, что ничего от заявления, но своих показаний он не писал. Сейчас он вроде не понимает, что происходит. Теперь за простую попытку рассказать правду об истории Второй мировой войны можно будет угодить в тюремную камеру. Теперь подлеца нельзя будет назвать подлецом только потому, что в его биографии, помимо подлости, будет еще и участие в военных действиях. Или, а это я думаю на очереди, руководство ими. И тут из-за спины Яровой, Хинштейна и Шаманова выглядывает светлый лик вождя всех времен и народов. Того, кто, по слову Александра Галича, принимает парад уродов. Вот именно это сейчас и происходит на наших глазах. А мы-то наивные думали, что Сталин никогда не вернется, что он умер позавчера или хотя бы вчера. Но вот он умирать не собирался. Возвращается, грозит новым сроком за оскорбление собственного величия. Ну или хотя бы достоинства тех, кто с его именем якобы шел в бой. Ну в самом деле, если ты с его именем шел в бой, а сейчас какая-то шелупонь оскорбляет светлую память твоего генералиссимуса и это приводит к учащенному пульсу и ухудшению общего состояния здоровья, то не стоит ли отправить шелупонь на лесоповал, что товарищ Яровая и собирается сделать. И это никакая не фантасмагория, ни роман Войновича, ни Оруэлл. Нет, это Государственная Дума, 21 век, 2021 год. Это Россия. Не смешно, не поняли, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!